Всем привет! С вами профессор Березовский. Добро пожаловать на мою новенькую лекцию по Call of Duty Mobile. Сегодня у нас пятница, а значит вышла новая рулетка. Или старая. Стоп, погодите-ка. Давайте глянем заставку, которую предлагают разработчики. Вот такое легендарное оружие Cardid можно выбить и вот такого персонажа. Это считается главными наградами рулетки. Вот у вас на экране анимация убийства, то есть точнее смерти. И я считаю, что это топово, ребят. Я считаю, что легендарка на Cardid это одно из самых красивых оружий вообще в игре, точнее скин. И к этому скину предлагается еще у нас музыка. То есть когда вы убиваете врага, помимо анимации самого оружия, убийства, там, в килл-чате вы подсвечиваетесь, еще музычка предлагается в игре соответствующая. Поэтому я считаю, что здесь разработчики очень постарались. И я считаю, что Cardid надо выбивать. Это одно из самых красивых, на мой взгляд, оружий, точнее скинов легендарок в игре. Вот такая орбита РПД, еще с читерным мушкой. Я уже об этом говорил и показывал. Вот вот, короче говоря, половина наград у меня уже есть, потому что рулетка уже была. Поэтому наливайте себе самый вкусный чай, или сделайте кофеек, возьмите вкусняшек, устраивайтесь поудобнее. Ну а мы начинаем. По традиции вначале сравниваем главные модули по урону в цифрах. Видим здесь главного лидера, это ОВС плюс монолит, но это только по урону. Если перевести все в пули для убийства, то картина несколько иная. Мы видим, что в принципе здесь уже без разницы, что ставить, лишь бы не сток и лишь бы не просто монолит. Сейчас я покажу вот так вот, собственно, сделаю размытие. И здесь, ребят, ну правда, просто вешайте меткого стрелка и все. Этого будет достаточно в данной сборке по главным-главным модулям. Далее давайте с вами затестим разброс, чтобы вообще понимать, чему стоит уделить внимание и какие еще модули ставить. Прицел ведет влево. Далее чуть до вверх, снова влево. Ну и далее от восьмерки уже вверх, 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 вверх. Вывод, ребята, надо особое внимание уделить горизонтальной отдаче, потому что здесь небольшая проблема у корзита. Давайте соберем с вами топовые сборки для Си сетевой игры и для королевской битвы. Собственно здесь, ребята, смотрите, я вам говорил про горизонтальную отдачу и очень советую поставить дульник, либо РТС, либо ОВС. Но мы видим, что ОВС получается 46, да, точность. РТС 47. То есть РТС модуль, легкий дульный тормоз, больше отвечает за горизонтальную отдачу, нежели ОВС. Поэтому нам нужно бафнуть горизонталку, и я очень советую влепить легкий дульный тормоз РТС. Вы будете рады, просто как в детстве Деду Морозу, честное слово. По крайней мере, я поиграл уже со своей сборкой, которую сейчас собираю, вот так вот в онлайне на видео, и я прям был удивлен. Так, меткий стрелок, горизонтальный приклад МИП тоже на горизонтальную отдачу, чтобы она прям вот минимум-минимум ее было, и вы прям радовались этой сборке и забирали ребят без отдачи практически вообще. Тактический лазер ОВС ставим. В принципе, можно и другой, если вы любите играть от бедра. Хотя в сетевой игре, ну, такой я не очень люблю, например. Я в Королевской люблю от бедра. Поэтому я поставил лазерку ОВС. И ради скорости прицеливания и прочей мобильности ставим рельефную обмотку рукоятки. Итого у нас получается вот такая сборка. Ее мы сохраняем как, собственно, сетевая игра. Да, я уже так привык, кстати, делать две сборки. Сохранять одну Си, называть, а другую КБ. Очень удобно, кстати, возьмите на заметку, реально. Чтоб потом не путаться, какая сборка есть какая. Просто две сохранялки я делаю. Далее собираем для Королевской битвы, ребята. Метки стрелок лепим, потому что как бы нужно немножко продлить дистанцию, точнее урон на дистанции, да, и избавиться от горизонтальной отдачи. Далее ударный приклад МИП. Вот по поводу дульника. Вот тут, да, можно поставить как для сетевой игры RTC. Но, 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 я попозже про него скажу. Так, здесь патроны, ребят, но так как это ППшка, и тем более в Королевской битве там 150 хп и третья броня, то патронов нужно очень много. И эта ППшка, она не совсем мощная. Ну, прям не супермощная, так скажем. Поэтому нужно очень много патронов, поверьте мне. Так, тактический лазерный прицел ОВС. И если, ребят, опять же, вы играете, можно поставить лазерку 5 ватт, например, для игры от бедра, да, на Алькатрайсе, например. Но такое, но такое. Как бы я, например, не вижу смысла, потому что в Королевской битве, в принципе, Кордит стреляет от бедра прям реально почти в точку, почти в точку. Поэтому особого смысла ставить, типа, дополнительно еще на от бедра я не вижу. Можно поставить, кстати говоря, легкий пламя-гаситель МИП именно для Королевской битвы ради точности разброса пуль и ради точности стрельбы от бедра. Вот я лично не вижу в этом смысла для Королевской битвы, но поставить, в принципе, можно. В принципе, если вы любите на Алькатрассе прям, да, там, в зданиях зажимать от бедра. Хотя, повторюсь, в Королевской битве от бедра и так прекрасно стреляет. Ну ладно, давайте попробуем. Давайте поставим легкий пламя-гаситель МИП именно для Королевской битвы и сохраним вот такую сборку. Вот, я думаю, в принципе, будет годно. Я думаю, годно будет. И обзовем ее КБ. КБ, надеюсь, не обидно. Си и КБ. Так, вот такая сборка получилась для Королевской битвы. Погнали тестить разброс. Смотрите, ребят, слева у нас стоковая сборка, то есть вообще без модулей. Справа топовая моя. Видим, что слева больше уходит влево, а моя топовая сборка идет только прямо, в принципе, по вертикали. То есть, вывод, ребят, слева очень сильно бросает вправо и слева, а топовая сборка практически только идет по вертикали. То есть, мы избавились от горизонталки. В общем-то, задача выполнена. Такс, карта Нюктаун. Карта Нюктаун. Превосходство. Прямо то, что надо, ребят. То, что надо для теста Кордита, потому что на больших картах, больших дистанциях, тестить ППшку, ну такое. Хотя, с другой стороны, Кордит может забрать и надаль. То есть, может как бы надавать леща. Так, туда, ну-ка, че? Уп-у. А как он так быстро сюда пришел? А, я понял. Скорее всего, у него либо бег увеличенный, я имею в виду, перк стоит на то, чтобы, да, в начале раунда, после возрождения быстро бегать. Скорее всего, так. Либо он бежал с ножом, типа. Ну, фиг его знает. Опачки. Нормально, забрали. Ну и тут не успели. Тут вот бедра не успели забрать. Блин, ребят, я так давно не играл в сетевую игру, и тем более в рейтинг, поэтому сейчас я просто буду играть очень плохо. Скажу сразу, предупрежу сразу. В комментариях меня не хрятить прошу, потому что я играю и зациклился на Королевской битве почему-то. Я в последнее время на стримах там вообще играю, потому что она более сюжетная. Там, опа, видали? Кстати, Надаль очень хорошо разваливается, в принципе. Опачки. Ну, вот это... О, понятно. Кстати, Надаль не плохо. Понятно, короче, все, ребят, все. Это минус скилл. Это минус скилл, минус аим, потому что я рейтинги не уделял в этом сезоне время вообще. Я взял Легу, и все. Остальное время я играю в рейтинг только одну или две катки, наверное, там раз в три дня или в неделю, только исключительно ради съемки роликов. Все. Я в рейтинг больше не играю в сетевую игру. Вот, играю в Королевскую битву, потому что как-то посюжетнее, поинтереснее, ну и так далее. Вот. Хотя, надо уделять внимание и качать скилл там и там, чтобы не выглядеть лохом, так сказать. Ну, вот, собственно, вот как-то так. Вот как-то так. То есть, вот, профессор забывает про рейтинг в сетевой игре и его забивает просто как лошару. Понимаю, понимаю. Так. Ладно. Ну, давай, ну. Оу. Оу. А вот в этом моменте я просто тупо лег. Сокер. В этом моменте, короче, я отвлекся просто, ясно. Так. Ага. Ага. Ну что. Опаньки. Нормально. Так, с этой стороны кто-то выйдет, да? Да? Нормально. Слушайте, ну, в принципе, неплохо получается разваливать. Я вам скажу, что... Эм. А почему такая рейджа у гравишипов? Либо я давно не играл в сетевую игру, либо гравишипы как-то бафнули, потому что мне казалось, что на таком расстоянии меня не должны были забрать с гравишипов. Очень странно. Ну ладно. Ну ладно. Пусть так. Пусть так, как говорится. Так. Ну-ка, давай, давай, проверим. Аааа, перк не поставил, да? От этих, от машинок и так далее. От серии очков. Ну, как говорится, получай. Так. Опять гравишипы. Что? Да сколько можно? Не, кордит. Ребят, реально, пока что промежуточный вывод. Кордит разваливает очень приятно. Прям очень. Попробуйте поиграть с этой сборкой, и вы поймете, что реально кордит может и на близь, и на среднее, и на даль разваливать, и в принципе на какие угодно. А что я сейчас делаю вообще? Господи, надо побольше в рейтинг играть. Господи, зачем я вышел на них двоих лицом к лицу? Зачем? Я вот не понимаю, чувак, тебе бы как бы убежать с этой зоны от этого, от молотова. Как бы. А ты дропшопаешь прям в него. Ладно. Короче, ребят, реально промежуточный вывод. Кордит топ. Серьезно. После того, как понерфили, дико понерфили ПДВ, я не вижу смысла вообще брать его, да, там, в рейтинг вообще куда-либо. Потому что вот Кордит как был топом, так и остался. А ПДВ испортили прям до нельзя. Такие дела. Так, смена сторон. Вроде мы проигрываем, но попытаемся что-нибудь придумать, что-нибудь сделать. Так, ребят, пока что выводы по отдаче. Отдачи практически нет. Стреляет ровно в точку. А что еще? Еще патронов, в принципе, 40 достаточно. Для сетевой игры, для королевской нет. Для сетевой достаточно. Вот. Как бы вот так. Как бы вот так. Как бы вот так. Так, а ну-ка. Опаньки. Нормально, забрали, забрали. Из-за того, что отдачи нет и стреляет ровно в точку. Скорострельность тоже, кстати, на уровне. В принципе, можно и перестреливать. Вообще легко. И как видите, Русик как бы я перестреливаю. Но, но. Вот, ребят, сразу говорю. Те, кто пишут в комментариях наподобие. Так, вот пушка Икс перестреливает пушку Игрек. Ребят, ну, господи, ну, чем вы думаете? Ну, серьезно. Чтобы одна пушка перестреляла другую, достаточно просто первым начать стрелять. И достаточно просто иметь скиллуху. То есть, если у меня скиллуха будет больше. Если я еще дропшотну в этот момент правильно, буду майнсить. Естественно, я перестреляю даже МСМС на ближней дистанции. Я перестреляю даже Феник в упоре. Если вам хватает скиллухи, и вы как-то еще играете по-умному. То есть, я имею в виду, делаете что-то еще, кроме стрельбы и ходьбы. То есть, дропшоты, мансы там и так далее. Укрытие. Вот, поэтому, ну, такое, ребят, рассуждение из-за разряда. Одна пушка перестреливает другую. Ну, если брать идеальные условия, Кордит не перестреливает Русика. Русик перестреливает Кордит. Если брать идеальные условия, и просто брать тупо опираться на урон плюс на расстрельность. То есть, ТТК. А если брать скиллуху, то с любым оружием можно перестрелять любое другое. Блин, как же приятно отыгрывает Кордит. Господи, реально. Вот череп сидит, ты буквально его так быстро забираешь. То есть, Кордит это как будто бы... Вот, нет, не буду сравнивать с МСМС. И оно скорострельное. Но как будто бы МСМС только работает на средней дальней дистанции офигенно. То есть, пушка прям топ. Реально топ. Так. Ага, ага. Ну, заберу. Нет. Это не... Нет. Не удалось, не удалось. Ну, хоть помог. Эу. Не понял. Не понял. Ну, ладно. Видимо, у чувака там, короче, стояли машинки. Ясно, понятно. Так. Заюзаем наши ракеты, значит, прямо на точку Б. Потому что, ну, если чел придет, да, враг какой-нибудь. Он такой, опа, добрый вечер. Ну, как раз таки вон. Опа, минус три. С этих ракет минус три. Красота. Парни просто пошли наобум тупо рашить. А там как бы оп, и ракеты им в рот. Нормально. Так. Так-так-так. Так-так-так. Тык-тык-тык-тык-тык. Ну, кто-нибудь здесь будет интересно? Вот на нюктауне реально очень круто отыгрывать вот так тактически. Вот примерно так. Зажимать просто божественно всю обойму. Так, вот здесь сейчас выскочит, да? Давайте, жду. Оп, минус. Хорош. Просто хорош. Вот здесь, да, еще? Оп, минус. Хорош. Ай, не достал. Обидно. Ладно, обидно. А ведь будет минус? Оп, минус. Оп, минус. Хорош. Аннигиляторная пушка. Хорош. 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 Так. Ну что? Ну что? Как бы мне кажется, чувствуете в воздухе запах победы? В воздухе чисто запах победы. Так. Ладно. Давайте здесь. Ну, в принципе, да. Одну очко и все мы выиграли. И, ну, 150. Да. Да. Короче говоря, ребят, гордит реально пушка топовая. Она стоит своих денег. Я имею ввиду голдовый скин. Точнее, легендарный скин. Вот. Стоит. Потому что помимо анимации убийства, помимо анимации смерти, которой, да, враг наделяется, когда вы его убиваете. Они топовые. Реально. Еще прилагается и музыка. Еще у вас и какая-то там вот эта вот, какая-то сфера или как ее, что это вообще, спутник летает вокруг оружия. То есть, в принципе, все топ. И оружие меняет цвет в зависимости от количества убийства. Это тоже очень круто. То есть, оно там красное при определенном убийстве, там синее, потом еще какого-то цвета. И это реально круто. Ого-го-го. 41 фраг. Хорош. 41 килл. В общем, ребята, вам огромное спасибо за просмотр, за поддержку. С тебя лайкос. С меня, как всегда, годный контент. Всем до новых встреч. Спасибо за лайки и просмотры. Всем пока-пока.